Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Вот и закончилась осенне-зимняя охота на Соболе. И теперь пришла пора сдать пушнину приемщику. Сумма оценки этой пушнины зависит напрямую от первичной обработки этой пушнины. Вот у нас не получилось снять в зимовье, как это делается. Но я вам постараюсь доступно объяснить и показать, как можно сказать, на пальцах эти действия. Вот когда-то мне попалась очень давно, в 90-м году, реклама вот такой книжицы. В «Охоте и охотничьем хозяйстве» это научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Житкова. И там очень подробно и хорошо было описано, каким образом действовать. Для этого в зимовье снимаем шкурку и выворачиваем мездрой наружу. Вот покажу уже на обработанном Соболе. Представьте, что она вывернута. Насаживаем вот на такую провилку. Размеры ее приведены тоже в этой книжице. Она состоит из трех частей, не считая вот этих вот ограничителей. Насадим. Затем надеваем ограничители вот эти. И постепенно вставляя клин. Начинаем ее осаживать в шкурку. И в результате получается вот такая форма Соболя. Укороченная и утолщенная. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы приемщик мог заглянуть внутрь, оценить дефектность этой шкурки. И качество мездрения этой шкурки. Наружу мездроя насохнет минут 15-20. Пока не начнет покрываться корочкой. Вот этот момент нужно не прозевать. Снимаем шкурку с провилки. Выворачиваем вот мехом наружу. И снова натягиваем ее на провилку. И уже окончательно досушиваем. После просушки, а она как правило занимает ночь, мы снимаем эту шкурку и выносим ее вместе с остальными на мороз. И все это время она хранится на морозе. Теперь пришла пора окончательно обработать эти шкурки. Этим мы уже занимаемся дома. Вот пока, как говорится, домашние спали, я уже успел подготовить большую часть шкурок к сдаче. Для этого, чтобы подготовить к сдаче, и получилась вот такая вот, можно сказать, мягкая, не хрустящая шкурка, которая свободно выворачивается. Видите как? Нужно. Нужно жидкое мыло. Загодя разводим это жидкое мыло, у кого-то, допустим, обмылки, все в баночку собираетесь, заливаете водой, и она буквально за ночь консистенцию сметаны приобретает. Дальше нужна вот такая расчесочка, чтобы вычесать все нежелательные там петушки, как их называют, и против шерсти, как говорится, вычесать для более товарного вида, лапки. Ну, в общем, показывает, как это выглядит на деле. Вот не обработан особо, видите, разница какая. Вот он хрустит, такое впечатление, что он будто сейчас сломается. А вот он уже обработанный такой. Видите, мяня. Берем мыло, немножко, жидкое мыло, и аккуратно внутрь и натираем энергично. По всей длине лапки. еще немножко со стороны головы. Шкурка начинает приобретать эластичность. И в это время мы в нем ее, выминаем ее до тех пор, пока она перестанет издавать хруст характерно. Видите, вот она уже все меньше и меньше и меньше. И одновременно она как бы подсыхает в руках. Вот даем немножко ей еще пропитаться. А тут этим временем вступает в работу расчесочка. Вот видите, причесываем против шерсти обязательно. вычесывается как я говорил все лишние петушки там разные возникающие. Расческа. Стряхиваем периодически и отминаем. Лапки тоже не забываем. Вот. Теперь можно ее и вывернуть. Она подсыхать будет более интенсивной. Вот видите, как свободно выворачивается. и начинаем отминать дальше. Вот она уже почти сухая. Вернулась первоначальное состояние, но зато появилась эластичность шкурки. Обратно ее выворачиваем. Еще немножко отминаем. Все зависит от готовности шкурки. чтобы влаги конечно желательно меньше оставалось, поэтому приходится ее потереть друг от друга сторонами. Вот в результате получается, видите, место первоначального хруста отмятая шкурка. Встряхиваем ее окончательно головой вниз. И вот, видите, мех даже заиграл. конечно, еще на больших предприятиях пользуются так называемым барабаном, в котором засыпаются опилки со спиртом, с техническим каким-то, не помню, и помещается туда шкурки соболя, желательно там большой партии. И вот барабан этот работает, то он или вручную вращается, но есть механические, включили в розетку, ее там потихоньку. И тогда после там 4-5 часов прогонки в этом барабане шкурка приобретает, вообще блестит, как алмаз. Но у нас такой возможности нет, поэтому вот это будет окончательно в нашем варианте обработки шкурок сдачи. Спасибо за внимание, если чем-то помог, буду рад.